Наше сегодняшнее занятие будет посвящено гормонам, ну и той системе органов человека, который вырабатывает эти гормоны, а называется она эндокринная система. Слово гормон все наверняка слышали, но так просто определить, что это такое. И поэтому, считывая, что все-таки вектории наши не медицинские, а биологические, про влияние гормонов на здоровье, я не так уж могу рассказывать сегодня, хотя и про это речь пойдет. А в основном будут рассказывать про то, как они действуют. И вот, в качестве предисловия, я расскажу сначала, какие вообще есть способы воздействия клеток друг на друга. Надо только сказать, что, как всегда, в биологии можно предложить несколько классификаций таких способов воздействия. Причем все время открывают еще новые способы воздействия, которые здесь, на этой картинке, даже не упомянут. Поэтому эта классификация будет неполной. Но у нас она вполне устроена. Вещества, которые регулируют работу клеток, могут вырабатываться просто внутри них самих. Например, какие-то белки могут связываться с ДНК, активировать работу генов, или подавлять эту работу, и тем самым определять, сколько в клетке будет каких белков. Такой способ регуляции называется интракринный. Вещества находятся внутри клетки и действуют на эту же клетку. Довольно часто бывает способ регуляции, о котором я упоминал на прошлой лекции, который называется аутокринный. Он часто встречается. Клетка выделяет какие-то вещества во внешнюю среду, потом они действуют на ту же самую клетку, потому что у нее есть рецепторы к таким веществам. Ну, например, помните, так могут вести себя раковые клетки. Они могут выделять факторы роста, которые ускоряют их рост и деление. И таким способом они сами стимулируют дальнейшее развитие опухолей. Еще один способ регуляции, тоже встречающийся очень часто, особенно в ходе эмбрионального развития, когда организм развивается из яйцеклетки, этот способ широко используется. Называется парапремия. Клетки выделяют такие вещества, которые действуют не на них самих, или не только на них самих, но и на соседней клетке. Но эти вещества настолько коротко живут, короткое время существует в организме, что они не успевают попасть в кровоток и не распространяются по всему организму. Иногда их тоже называют гормонами, говорят, что это гормоны местного действия. Но чаще их называют как-нибудь иначе, там цитокины или как-то еще, потому что действуют они только на ограниченный участок тела, в пределах одной ткани. И, наконец, тот способ, о котором мы будем говорить сегодня, это эндокринный способ регуляции работы клеток. Клетки выделяют такое вещество, которое попадает в кровеносные сосуды, проникает сквозь стенки капилляров в кровоток, дальше разносится кровью по всему организму и, в принципе, может подействовать на все клетки нашего тела. Подействовать или нет, это уже зависит, как говорят, это мы разберем, почему. Вот, собственно, такие вещества, которые так действуют и называются в узком смысле гормоны. Конкретнее мы разберем характеристики гормонов позже. Наконец, мы уже говорили с вами и про нервный способ регуляции функции. При нервном способе вещество на эромедиатор выделяется в нервном окончании, попадает в синаптическое вещество и действует на какую-то конкретную кредку мишени. Вот этот способ показан воздействие на самом деле. Как правило, такое вещество не выходит за пределы синапса, в частности потому, что в синапсе оно быстро расщепляется специальными ферментами. Однако, бывает и промежуточный случай, который показан вот на этой картинке. Синапс образуется нейроном нервной клеткой не на клетке мишени, а на стенке кровеносного сосуда. Ну, это тоже, конечно, мишень, да? Но отличие тут в чем? Что нейромедиатор, который выделяется в нервную клетку, попадает в кровь и далее действует как гормон. Такие клетки называются нейроэндокринные или нейросекреторные. Называется нейрогонон. Вот видите, например, есть еще один способ, о котором я и не упоминал. Когда рецептор находится на поверхности одной клетки, а мигант на поверхности другой. С этим способом мы тоже уже сталкивались. Может кто-то вспомнит, когда? И те клетки должны были ощупывать друг друга для того, чтобы получить какой-то сигнал. Да? Кажется, когда растет нервная клетка, то ли чего? Да, когда растет нервная клетка, то нейрон ощупывает дорогу, да? И? Слово не поделает, что она не ущипывает. Совершенно верно. Слово не поделает, что она не ущипывает. Когда декилер расщупывает клетку, которую предстоит убить или не убить, в зависимости от того, что это за клетка. Мы с таким способом, контактом сталкивались, когда говорили про рост сонов и когда говорили про работу многих компонентов иммунной системы. Так что, на самом деле, тоже много. Ну и многие другие способы, о которых здесь есть. У нас в основном будет интересовать вот эта классификация. Между тем, как работают нервные клетки и как работают гормоны, много общего. Но первое главное сходство заключается в том, что на клетку мишень действует в обоих случаях какое-то химическое вещество. И более того, даже одни и те же химические вещества или очень похожие химические вещества в одних случаях могут действовать как гормон, а в других случаях как нейромедиа. Клетка мишень воспринимает какой-то химический сигнал. Чтобы этот сигнал воспринять, практически во всех случаях у клетки мишени должен быть специальный белок-рецептор, с которым связывается это химическое вещество. Должен быть рецептор нейромедиатора или рецептор гормона. А все рецепторы – это белки. Белок-рецептор передает сигнал внутрь клетки, если он находится на поверхности, или к каким-то ее частям. Как правило, усиливая его. Иногда, правда, как мы увидим, усиление происходит на более позднем этапе. Но так или иначе, сигнал этот должен усиливаться, чтобы вызвать заметную ответную реакцию. Ну и, наконец, почти во всех случаях, по крайней мере в норме, гормоны, как и клетки нервной системы, регулируют наши функции по принципу отрицательной обратной связи. Между нервной и эндокринной регуляцией есть и какие-то отличия. Они тоже достаточно важны. Недаром мы считаем эти две системы все-таки разными системами. Ну, первое отличие понятно, более-менее. По нервной клетке нервный импульс передается очень быстро, нейромедиатор выделяется быстро, клетка мишени отвечает достаточно быстро. То есть нервная система работает быстрее просто. И такие процессы, которые должны осуществляться быстро, ну, например, сокращение скелетных мышц, никогда практически не регулируются гормоны. За это отвечают нервы. А вот гормональная система специализируется на регуляции таких процессов, которые могут идти медленно, но зато длятся долгое время. Это, например, такие процессы, как рост, половое созревание, многие аспекты обмена веществ. Вот там нужно длительное, более-менее постоянное действие, и часто нервная система в силу особенностей своих не может такое действие оказывать. Это профессия гормонов. Регулировать длительные процессы, которые могут длиться там сутки, иногда и долго. Второе отличие должно быть уже понятно из вот этой вот схемы, которую мы рассматривали. Вот это вот эндокринная регуляция, а вот это нервная. Чем они отличаются еще? Используется кровеносная система. А в результате что? Правильно, сигнал передается всему организму. А в случае нервной регуляции сигнал передается только конкретным клеткам решения. Говорят про это, что нервная регуляция адресная. Ну, например, это похоже на то, как вы кому-нибудь посылаете письмо по электронной почте, конечно. Так по почте сейчас уже никто письм никому не посылает. По электронной почте посылают. Это нервная регуляция. Ну, а эндокринная регуляция, если бы сейчас включилась громкая связь, наверняка в этой аудитории есть, и нам бы сказали там, внимание, внимание. То, значит, сигнал передается всем. Он передается, конечно, всем имеющим уши, которые могут его услышать. То есть это не значит, что на этот сигнал отреагируют все клетки организма. Кто на него отреагирует? А кто его примет? От чего это зависит? На те клетки, которые направлены. Направлены на все клетки, потому что кровь разносит это вещество по всему организму. А кто его примет? Только те, у кого есть рецептор данного гормона. Понятно, да? Так что она безадресная, но не совсем так это касается всех. Причем надо сказать, что обе системы этой регуляции взаимосвязаны, влияют друг на друга, как вы сейчас увидите. Ну, более очевидно влияние нервной системы на эндокринную, но есть и обратное влияние, я про нее тоже чуть-чуть расскажу. Давайте теперь все-таки, до того, как мы будем говорить про эндокринную систему, немножко подробнее обсудим, что такое гормон. Причем затронем не только человека. В школьном учебнике приводятся примерно такие характеристики гормонов, как на этом слайде. Вещество, которое выполняет сигнальную функцию и действует при этом в низкой концентрации. Это вещество, которое вырабатывается внутри организма, потому что на организм могут действовать и другие сигнальные вещества, например, там какие-нибудь карамоны, которые переносятся по воздуху. Дальше вырабатываться гормон должен эндокринными железами, еще их называют железы внутренней секреции. И, наконец, он должен разноситься кровью по всему организму. Ну, даже в случае человека это не всегда так. Надо иметь в виду, что кроме человека есть и другие организмы, и животные, и растения. И поэтому, например, такая характеристика, что гормон разносится кровью по всему организму, не может быть общий для всех гормонов. Уж точно гормоны есть у таких животных, как гидра или круглый червь, гематода, у которых вообще нет кровеносной системы. Их гормоны не могут разноситься кровью по организму. Они передаются всякими другими способами. Они играют важную роль в жизни этих животных. У гидра, например, гормоны регулируют регенерацию, а у круглых червей гормоны регулируют линьку. Они или нервят насекомые, сбрасывают свои покровы. Кроме того, бывают и гормоны растений. Но их иногда, правда, называют каким-нибудь особым словом, регуляторы роста растений. Но вы понимаете, что в растении тоже нет кровеносной системы, и там гормоны распространяются по проводящим тканям. Когда говорят, что гормоны вырабатываются эндокринными железами, то, во-первых, это тоже относится не ко всем организмам, потому что у растений нет таких органов специальных, да и у гидра их нет. Гормоны гидры вырабатываются просто нервными клетками, теми же самыми, что передают нервные импульсы. Но даже если это касается человека и других млекопитающих, как выяснилось в течение 20 века, особенно в последнее время, когда гормоны просто научились хорошо выявлять в низкой концентрации. Есть гормоны, которые вырабатываются вообще не в эндокринных железах. Ну, например, если человек, упадая куда-нибудь высоко в горы, на высоту 3,5-4 километра, сначала он очень плохо там себя чувствует, он задыхается, не может бежать, да и идет-то с трудом, потому что концентрация кислорода в воздухе гораздо ниже, чем на равнине, и организм не приспособлен к этому. Тогда в почках, а почки это неэндопринные органы, это органовыделительные системы, вырабатывается специальный гормон эритропоэтин, он действует на клетки красного костного мозга, стволовые клетки крови, и активнее начинают делиться те клетки, которые превратятся потом в эритроциты. Эритроциты содержат гемоглобин, концентрация гемоглобина в крови увеличивается, кровь начинает переносить больше кислорода, на все это проходит 3-4 дня, и после этого человек начинает себя чувствовать, как правило, более-менее нормально, и может, например, совершить восхождение на более высокую вершину, пятитысячник или шеститысячник. В частности, поэтому альпинисты всегда перед восхождением проходят адаптации на вот такой вот средней высоте. И как лекарство этот гормон кровь использует. Есть гормоны, которые вырабатываются в жировой ткани, и есть гормоны, которые вырабатываются в мышцах, я про них упомянул. Почти все органы нашего тела в этом смысле, в каком-то смысле эндокринны. Ну, что касается действий через особый белок, то это правда, но не всегда это белок рецептора. Иногда мишенью гормона является фермент, который трудно назвать рецептором. В частности, так действует один из гормонов, гормонов, которые представляют собой безобразное вещество, и причем называют газотрансфиттеры, оксид азота. Я про него расскажу потом подробнее. Поэтому, что остается? Вырабатываются в метре организма, это правда. Выполняют сигнальную функцию, это тоже правда. Важно, что он выделяется из клеток и действует на другие клетки. В этом смысле все гормоны – это паракринные факторы. Ну и, наконец, если речь идет про человека, то все-таки у человека гормонами называются только такие вещества, которые разносятся кровью по всему организму. Ну, давайте теперь разберемся с каждым из этих положений поподробнее. А что значит вещество, которое выполняет сигнальную функцию? Что мы можем считать сигналом? Звонок мы пропустили. Что значит, что вещество выполняет сигнальную функцию? Что мы можем считать сигналом? Ну, например, звонок – это сигнал, да? А вот, например, я не знаю, что тепло, которое идет от батареи, это не сигнал. Или каша, которую съели, тоже не сигнал. А вот звонок – сигнал, да? Резко обратить внимание можно много, на что. На кашу ваш организм тоже обратит внимание. В этом смысле каша будет играть сигнальную функцию, конечно. Важно, что это, если это сигнальное вещество, то оно передает какую-то информацию, но само оно не служит ни стройматериалом, ни источником энергии для организма. Организм не строит из этого вещества свои клетки, не окисляет его кислородом, не извлекает из него энергию. Вот тогда говорят, что это сигнальное вещество. Ну, понятно, что если это сигнал, то он подразумевает, что его кто-то воспримет, и на него в большинстве случаев последует ответная реакция, да? Ну, и вот очень важно, что сигналы в организме человека, по крайней мере, химические, практически всегда действуют через систему усиления. С этим связано или это связано с тем, тут трудно сказать, что причина, что следствие, что эти вещества могут действовать в очень низкой концентрации. Что же это за система усиления? Сейчас мы давайте про это поговорим, а потом про низкую концентрацию. Система усиления связана с тем, что в передаче такого сигнала, как правило, используются ферменты. А ферменты – это белки, которые могут чего-то в чего-то превращать, ускорять химическую реакцию, да? Вот, например, конкретный гормон, там, в данном случае, допустим, адреналин, я про него два слова скажу в коррекции, действует на какой-то белок в мембране клетки. Этот белок активирует следующий белок, тот активирует следующий белок, ну и на этом этапе сигнал не особенно усиливается. А вот этот вот следующий белок является ферментом, и он синтезирует какое-то вещество. Значит, достаточно активировать одну молекулу такого фермента, чтобы в клетке за время действия гормона образовалось 10 тысяч молекул следующего вот этого вещества. Значит, каждая молекула этого вещества может активировать молекулу следующего фермента. И вот таких вот активных молекул на самом деле будет в клетке в окте не одна, а 10 тысяч. И каждая из таких молекул тоже запустит химическую реакцию. Она, в свою очередь, активирует там по 100 молекул другого фермента. Каждая молекула активирует по 100 молекул другого фермента. И когда дело дойдет до окончания этого сигнального пути, а в данном случае предполагается, что клетка, если это, скажем, клетка печени, должна превратить в глюкозу свои запасы клетогена, крахмала животного и выделить эту глюкозу в кровь, то под действием единственной молекулы гормона образуются 10 миллионов молекул этой глюкозы за очень короткое время. Кажется, что такой многоступенчатый путь приведет к тому, что ответная реакция будет происходить медленнее, но на самом деле происходит прямо противоположное. Если бы сам рецептор работал в качестве фермента и пытался расщепить глюкоген и дать 10 миллионов молекул глюкозы, то на это бы ушло гораздо больше времени. Да к тому же глюкоген находится вовсе не рядом с поверхностью клетки, а где-то достаточно часто далеко от нее. Поэтому сигнал, благодаря вот такой многоступенчатой передаче, во-первых, распространяется по всей клетке рецептор закрепленный на бибрани, а следующие вещества, которые тут участвуют, плаваются по плазме и распределяются по всему объему клетки. И во-вторых, многократно и во много тысяч раз усиливается. В результате многоступенчатая передача обеспечивает более быструю и более сильную ответную реакцию. Понятно? Это очень важный принцип. Ну и гормоны действительно выполняют свою сигнальную функцию в низкой концентрации. Я просто хочу, чтобы вы поняли, что низкая концентрация – это тоже понятие относительное. Пикограмм – это 10 минус 12 грамм, а миллилитр – это грамм крови. Значит, на каждый миллилитр крови может приходиться от 10 минус 8 до 10 примерно минус 12 частей гормона. Но вот видите, у разных гормонов концентрация различается все-таки в тысячи, а может быть, если подыскать еще какие-то примеры, и в десятки тысяч раз. Так что низкая концентрация – понятие относительное. Конечно, и это низкая концентрация, но бывает концентрация еще в тысячу раз ниже. Ну и теперь я немножко расскажу про то, где же все-таки в основном вырабатываются эти самые гормоны, какие они бывают и на что они влияют. Рисунок не очень удачный, потому что тут у одного человека, вроде бы мужчины, нарисована мужская и женская половая система, вы немножко смешны. Ну ладно, ничего. Для схемы годится. Так вот, железы внутренней секреции названы так, противоположные железам внешней или наружной секреции. Железонаружные секреции – это, например, потовые железы или слезные, или такие железы, которые выделяют пищеварительные соки. У этих желез есть протоки, вот они тут нарисованы, как отилетами получилось их выделить. И они открываются либо на поверхность тела, либо в какую-нибудь полость пищеварительного тракта, допустим. Такие железы называются железами внешней секреции. А у желез внутренней секреции никаких протоков нет. Просто их клетки соприкасаются со стенками кровеносных сосудов, и вещества, которые они секретируют, выделяют, проникают через стенку капилляров в кровь. Вот в чем отличие этих желез от желез. Ну и какие же железы внутренней секреции бывают у человека? Какие органы входит в состав эндокринной системы? Наверное, самые главные органы – это гипоталамус и гипофиз. Причем гипоталамус одновременно является и отделом мозга человека. Благодаря чему это так, я вам поясню сейчас. Это очень небольшие органы, которые находятся внутри черепной коробки, где именно будут видны следующие слова. Дальше следующий орган эндокринной системы – это щитовидная железа. На поверхности ее находятся четыре маленьких размером с горошину пара щитовидных железы. Про них я рассказывать не буду. Они вырабатывают гормоны, которые влияют на обмен фосфора и кальцием. Это очень важно, но про все не расскажешь. Иногда к органам эндокринной системы относят тимус, вилочковую внизу. Но, наверное, правильнее все-таки считать, что это орган иммунной системы, потому что там созревают теглифоциты, а каких-то серьезных гормонов она вроде бы не выделяет, которые действуют на весь организм. К органам эндокринной системы относятся надпочечники. Они действительно находятся надпочками. Вот здесь вот. Но на самом деле это две разные железы внутренней секреции. В надпочечниках есть корковый слой, и там вырабатываются стероидные гормоны, прежде всего регулирующие обмен веществ. Очень важные. Без коронадпочечников прожить невозможно. Животные с удаленными надпочечниками погибают. А внутри этой железы находится мозговой слой, совсем из других клеток, другого происхождения. И эти клетки вырабатывают гормоны адреналин, и, кстати, вот без них прожить можно. По крайней мере, в нормальных условиях. Если можно было бы его отдельно удалить, то можно сделать так, чтобы это мозговое вещество практически не работало, разрушить нервы, которые тебя ведут. Например, собаки в нормальных лабораторных условиях прекрасно себя чувствуют и почти не отличаются от обычных. А вот если они попадают в такие суровые условия, условия стресса, то тогда они довольно быстро погибают. К железу внутренней секреции относятся поджелудочная железа. Правда, вообще-то это железа въежная секреция. Она вырабатывает поджелудочный ок. И если происходит разрушение ее клеток, а это, увы, бывает довольно часто при остром панкриотите, то спасти человека невозможно, потому что заменить ее нечем. Вот без желудка человек может жить прекрасно. Без поджелудочной железы не может. Но в ней есть часть клеток, опять-таки, которые не вырабатывают пищеварительного сока, а вырабатывают важные гормоны. Инсулин, глюкопон и некоторые другие. Если погибают эти клетки, вырабатывающие инсулин, поскольку у этого гормона почему-то нет дублеров в организме, как правило, это не так, то развивается диабет первый тип. И наконец, к эндокринной железам относятся половые железы. Яичники у женщин и семенники у мужчин. Они вырабатывают в первую очередь половые гормоны, мужские и женские. Причем и мужские, и женские гормоны вырабатываются у обоих полов. И у женщин есть мужские, и у мужчин женские. Только отличается их соотношение, а также их действие на клетки. Бывают и другие эндокринные органы. Например, когда развивается зародыш матки, то плацента тоже вырабатывает важные гормоны. Кроме того, большинство из тех гормонов, которые вырабатываются в эндокринных железах, здесь есть такая картинка, мне кажется, а вот она выпала, наверное, выпала из презентации. Большинство этих гормонов вырабатывается, как выяснилось, и где-то еще в организме. Часто бывает, что в другой эндокринной железе, вот, например, половые гормоны частично образуются в надпочечных, в подпочечных слоях. А иногда бывает, что вообще в каком-то вроде бы постороннем органе. Например, как недавно выяснилось, здесь в коже вырабатываются многие гормоны гипофиза и других там эндокринных желез, только в гораздо меньшем количестве. Начнем мы с того, как гипофиз и гипоталамус регулируют работу всей эндокринной системы. А это главный центр регуляции нашей эндокринной системы. Вот гипофиз находится вот здесь, как называемый в деревском седне. Гипоталамус – это вот этот вот небольшой участок головного мозга. Гипофиз – нижний мозговой предаток, еще его называют. И это важнейшая железа внутренней секреции во всем организме человека, хотя размеры не превышают горошек. В частности, потому что они такие маленькие, и в гипоталамусе небольшое число клеток там занимаются выработкой гормонов. Вот эти-то гормоны, как действуют, часто в очень низкой концентрации, особенно гормоны гипоталамуса. Как эта система устроена? Здесь это схематично показывает. Смотрите, вот это вот гипофиз, гипоталамус. Ну и у гипофиза есть передняя доля, или аденогипофиз, а есть задний нейрогипофиз. Здесь, перед, вот здесь, с этой стороны. Они работают по-разному. В гипоталамусе есть нейросекретные клетки. Помните, что это за клетки? Они устроены как нервные, передают нервные импульсы, но вещество, которое выделяется от нервных окончаний, поступает в кровь. Поэтому считается, что они вырабатывают гормоны, а не нейромедиаты. Ну и сзади доля гипофиза нервные окончания этих клеток просто оканчиваются на прогнозных сосудах, их гормоны поступают в кровь, и на самом деле задняя доля сама ничего не вырабатывает. Там происходит выделение гормонов гипоталамуса. А с передней долей дело обстоит иначе. Смотрите, нейросекретомные клетки, другие, конечно, дают свои окончания вот на этой сети капилляров. Дальше эти капилляры собираются в вену, а потом, что довольно необычно, хотя бывает и в других частях организма эта вена, снова распадается на сеть капилляров. Второй раз. Такие вены иногда называют портальными. Те гормоны, которые поступили в кровь вот здесь, в гипоталамусе, действуют на клетке передней доли гипофизы и регулируют выделение гормонов этой передней доли. Мы разберем, что происходит дальше на конкретном примере. Гормонов этих довольно много, но в задней доле основных два. Они называются вазопрессин и окситоцин. Я потом про них расскажу. А в передней доле, видите, сколько всяких разных гормонов. Я про большинство из них рассказывать не буду. Расскажу немножко потом про гормон роста, потому что он там вырабатывается. А также про гормон, который регулирует работу щитовидной железы. О ней я тоже буду рассказывать. Ну что же. Вот на примере этих двух гормонов и рассмотрим главный принцип гормональной регуляции. Потому что конкретика, это в конце концов не так важно, а самое важное, это понять принцип, конечно. Ну сначала, для того, чтобы отреагировать на какое-то изменение условий, надо почувствовать, что это изменение произошло. Вот, например, гормон щитовидной железы у взрослых людей в основном регулирует так называемый основной обмен. То есть он определяет, сколько пищи вы превратите в единицу времени в энергию. В каких условиях надо вырабатывать больше тепла? Ну, конечно, когда стало холодно. А как почувствовать, что стало холодно? Для этого нужны нервные клетки. Совершенно верно. Терморецепторы. Оказывается, что холодовые терморецепторы, во-первых, есть в коже. Если вы прикоснетесь к холодному, то вы это почувствуете. Но мозги не очень верят, потому что, ну мало ли, у вас там одна рука замерзла, чего уж там такого. Может, вы ее в холодную воду окунули. Уж сразу и больше вырабатывает тепла. Нет. Поэтому есть еще и специальные терморецепторы в самом гипоталамусе. Там находится центр терморегуляции. Если подопытному животному вживить в этот центр тоненькую проволочку, а на другой начать лить жидкий азот, чтобы она оплодилась, животное, температура тела которого совершенно нормальная, например, там 37 градусов, да, начинает дрожать, распушает шерсть, потому что ему кажется, что оно замерзает. В результате, конечно, температура тела повышается выше нормы. Потому что на самом деле оно не замерзает. Так вот, нервные клетки гипоталамуса, это вот сенсор терморегуляции, в этом случае посылают сигнал нейросекреторным клеткам гипоталамуса. Нейросекреторные клетки гипоталамуса вырабатывают такой гормон, который называется пириолиберин. Вот, наверное, как по-русски, а по-английски он называется тириотропин-релизинг гормон. Такие гормоны гипоталамуса еще имеют общее название релизинг-фактора. Целый релиз, высвобождать. Этот гормон тириолиберин производится в крошечных количествах, в очень низкой концентрации. И он действует на особые клетки передней доли гипофиза. Не на все, а только на определенные, конкретные. Клетки передней доли гипофиза вырабатывают следующий гормон, он называется тириотропный гормон, который, в свою очередь, действует на щитовидную железу. Всюду сигнал этот веет знак плюс, то есть соответствующие клетки начинают работать активнее и вырабатывают больше гормонов. Больше тириолиберина, больше тириотропного гормона, дальше сильнее воздействие на щитовидную железу. И щитовидная железа вырабатывает свои гормоны, в частности терапсин, тероидный гормон, который действует действительно почти на все клетки нашего организма, все органы и ткани. Там активнее начинает окисляться глюкоза, жирные кислоты, ну и температура тела повышается. Она повышается и за счет нервных механизмов, там за счет дрожи, например, но и за счет этого тоже. Если дрожать вы начнете уже там через несколько минут или десятков минут, после того, как станете замерзать, как понизится температура крови, то эта система придет в действие примерно за первые сутки. Может быть, вы замечали, что когда вы попадаете куда-нибудь, если вы видели, конечно, такие условия, в походе, например, в условии низкой температуры, сначала вы очень мерзнете, потом у вас, как правило, резко улучшается аппетит, вы начинаете часто есть даже то, что иногда дома ездили в стале, в голову не пришло есть такую еду, и через некоторое время мерзнуть вы начинаете гораздо меньше, конечно. Потому что включилась вот эта вот дополнительная система обогрева. А потом поход кончился, и вы сели в автобус или в поезд или в электричку, чтобы ехать домой, чувствуете в первый момент. Очень жарко. Когда вы заходите к себе домой, где привычная до вас температура, вам кажется, что очень жарко. Опять-таки, почему? Потому что эта система выключается довольно медленно, и ваш организм все еще производит избыточное количество тепло. Понятно, что если бы действовала только та часть этой системы, о которой я рассказал, то все пошло бы в разнос. Больше, 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 а в какой момент надо остановиться, непонятно. Ну, в деле уж не так очевидно. Почему? Потому что будет ответная реакция. В чем будет заключаться ответная реакция? Ваш организм согреет кровь, и клетки-рецепторы перестанут посылать сигналы. Но оказывается, что этой обратной связи, этого ограничителя мало. Действуют еще несколько механизмов обратной связи. В чем они заключаются? Они заключаются в том, что сам гормон щитовидной железы действует на гипофиз и гипоталамус со знаком минус. То есть он подавляет синтез тиреолегирина и тиреотропного гормона. Как только концентрация этого гормона превышает некоторый, предельно допустимый уровень, а при более высоком уровне он может действительно оказаться вредным для организма, так он сам прекращает свое собственное выделение, свой собственный синтез. Но как? Он непосредственно действует на собственные клетки, а вот так вот хитро, через верхний. Вот это-то и называется отрицательная обратная связь. Причем здесь действуют две петли этой связи, короткая и длинная. Давайте еще раз эту систему рассмотрим. Стало холоднее, сигнал идет от рецепторов холода. Больше тиреолегирина, больше тиреотропного гормона, больше тироксина. Это положительная прямая связь. Как только стало больше тироксина, как меньше стало вырабатываться тиреолегирина, меньше вырабатывается тиреотропного гормона, в результате меньше стало выделяться тироксина. Вот это отрицательная обратная связь. И она позволяет поддерживать уровень этого гормона в крови в некоторых определенных пределах, в некоторых рамках, даже если температура тела понизилась. Вот этот принцип действует на всех уровнях организации живого, он же используется в технике, он же действует в человеческом обществе. Очень нетрудно, я думаю, вам будет придумать примеры при желании, где в обществе используется принцип отрицательной обратной связи. Так что это один из главных принципов в кибернетике, в науке об управлении системы. Ну, иногда дело обстоит немножко посложнее, намного обстоит сложнее. Вот в случае гормона роста. Во-первых, что это за влияние? Какие нервные стимулы могут усиление роста? Так конкретно не очень понятно, откуда они поступают, но откуда-то, видимо, поступают от гормональной системы, может быть, от мозгов, потому что при физической нагрузке и при стрессе выброс гормона роста увеличивается. Зависит от стресса, хронический стресс может и подавлению. А дальше оказывается, что гипоталамус может вырабатывать два вещества. Одно – тириолиберин, который усиливает синтез гормона роста, его выброс клетками гипофиза, а это гормон гипофиза. А другое – тириостатин, который действует по знакам минус. Дальше гормоны роста действуют на печень, там вырабатываются другие гормоны. Ну и понятно, что эти другие гормоны стимулируют синтез соматолиберина, того гормона, который подавляет выработку гормона роста, то есть здесь действует отрицательная обратная связь. Нужен такое вот дублирование вещества, и соматолиберин, и соматостатин не очень понятно. В некоторых случаях организм без этого вполне обходится. Однако такая система тоже используется. Иногда используется система и более простая, но, конечно, если разбирать ее схематично. Вот, например, как регулируется сомель глюкозы в крови. Это очень важный показатель. Он может меняться, конечно, у вас там в зависимости от того, что вы съели. Если вы наедитесь хорошенечко торта, конфет, выпейте сладкого чая, глюкозы в крови после этого повысятся в два, то и в три раза. Но если у вас все нормально с гормонами, то он очень скоро вернется в норме. Если он постоянно повышен, это очень плохо. От этого страдают клетки кровеносных сосудов. Развивается масса всяких осложнений, что не бывает у больных диабетом, если они не лечатся. Как же этот уровень регулируется? Оказывается, главную роль играет два гормона желудочной железы. Один – это инсулин, а другой – глюкогон. Похожее слово «гликоген» и «кликпоспу». Инсулин – это почти единственный гормон нашего тела, который помогает клеткам поглощать глюкозу. Если больше выделяется в организме инсулина, что будет с концентрацией глюкозы в крови? Она понизится. Под действием чего же эти клетки, поджелудочные железы, начинают вырабатывать инсулин? На них могут действовать очень разные факторы, но главный фактор, который на них действует – это сама глюкоза. Они чувствуют концентрацию глюкозы в крови. И как только эта концентрация повышается выше нормального уровня, эти клетки начинают выбрасывать в кровь дополнительное количество инсулина. В результате глюкоза поглощается клетками, в первую очередь печени, и откладывается там прозапас в виде вещества, похожего на крахмал, гликогенов. Ну хорошо. А теперь наступили плохие времена. Мы пошли в школу, не успели отстоять очередь в буфет. Уроки уже кончаются. Завтракали вы в 8 утра, а сейчас в 15.30. Вам хочется есть, а концентрация глюкозы в вашей крови резко упала. Естественно, выброс инсулина при этом почти прекратился. Зато другие клетки поджелудочной железы почувствовали это. И под действием вот этой снизившейся концентрации глюкозы стали вырабатывать глюкогон, гормон противоположного действия. Он подействовал на печень, и в клетках печени часть гликогена, который вы запасли, распалась в глюкозу, глюкоза выделилась в кровь, и концентрация ее пришла в норму. Значит, здесь регуляция секреции гормонов осуществляется не другими гормонами, а конечным продуктом, глюкозой, которую они должны регулировать. Ну, как ни трудно догадаться, здесь действует точно тот же самый принцип отрицательной обратной связи. Например, чем больше глюкогона, тем больше глюкозы поступает в кровь. Это положительная прямая связь. А чем больше глюкозы поступает в кровь, тем меньше будет вырабатываться глюкогона. Это отрицательная обратная связь. Я сказал, что гормоны регулируют медленные ответные реакции. Но эта медленность тоже очень относительная. Вот, например, гормоны адреналина выбрасываются при стрессе. А стресс связан с какой-то критической экстренной ситуацией. Например, что-то вас сильно испугало. Вы увидели, что на вас слайм мчится собака. И не знаете, что вам делать. Ну, что вы будете делать? Если эта собака серьезная, а рядом есть, например, калитка, в которую вы можете забежать и ее заполкнуть, то, наверное, вы убежите. Если рядом есть дерево, то вы сами, не осознав как, можете оказаться вдруг на этом дереве. И увидите, что собака лает на вас где-то снизу. Вот. В такой ситуации, конечно, медленно реагировать смысла нет. Потому что будет поздно. А в этой ситуации вам тоже помогают гормоны, но в первую очередь гормоны стресса адреналин. Он действует довольно быстро, помогает организму справиться со стрессом. В частности, он повышает концентрацию глюкозы в крови, чтобы больше энергии могли использовать мышцы. Да? Он увеличивает частоту сердцебиенения, расширяет бронхи, чтобы больше кислорода поступало в легкие, ну и так далее. Вот. И, естественно, что живет он, так сказать, ну живет в кавычках, действует недолго, потому что стрессовая ситуация прошла, и все реакции, которые во время стресса были целесообразны, спокойные ситуации вам только повредят. Зачем вам хранить лишние глюкозы, когда в ней нет уже необходимости? Да? Поэтому этот гормон распадается быстро. А вот такие гормоны, которые стимулируют рост, обмен веществ, плавое созревание, их время жизни гораздо более длительное. Ну и действуют они немножко по-разному. Например, гормоны быстрого действия, вроде адреналина, меняют активность тех белков, которые и так уже есть в клетке. Вот помните систему усиления сигнала? Один белом действует на другой, тот на третий, третий на четвертый, и в конце концов там гликоген превращается в глюкозу под действием адреналина. Все белки, которые участвуют в этой передаче сигнала, уже были в клетке, только они были неактивными. Сигналы от гормона переводят их в активную форму. Все же гормоны, которые регулируют рост и развитие, действуют иначе. Даже тот же самый гормон может действовать двумя способами. Вот, например, адреналин, он действует на клетку долго, то он вызывает, там стимулирует в целом ее рост. Например, рост мышечных клеток он может стимулировать. Тот же самый фермент, вот он же, проникает в гидро, и активирует там такие белки, которые регулируют активность белка, активность генов. Если в клетке включаются новые гены, это значит, что в них появляются новые белки. Но происходит это гораздо медленнее, за гораздо более длительное время. Иногда, довольно редко, гормон действует через один единственный рецептор. Вот, например, рецептор инсулина у нас только один. Насколько я знаю, нету никаких даже его разновидностей. Он на всех клетках один и тот же будет. Но это не значит, что гормон может запускать только одну ответную реакцию, потому что внутри клетки с этим рецептором может реагировать множество всяческих белков, которые перейдут по разным сигнальным путям. И ответные реакции могут быть самые разные, в том числе и в разных клетках. Почему? Потому что набор вот этих вот белков в каждой клетке свой. Понятно, да? Но гораздо чаще встречается ситуация, когда к одному гормону в нашем организме имеется несколько рецепторов. Например, для адреналина есть на самом деле не три даже типа рецептора, а там шесть или семь разных. Здесь показаны только основные. И это очень важно. Я сейчас объясню, почему. Вот вроде бы такая загадочная реакция есть на адреналин. Вообще в целом, при его действии на кровеносные сосуды, они сужаются. Это нужно для того, чтобы выросло при давлении, к тому же сердце бьется чаще. Кроме того, сосуды сильнее всего сужаются в коже. Ну понятно, если вы поранитесь, то меньше крови вытечет. И сильно сужаются в пищеварительном тракте просто для того, чтобы больше крови тепло к мозгу и мышцам. Другие органы можно посадить на голодный поют. В каких-то органах кровеносные сосуды сужаются. В сердце диаметр их не изменяется, потому что сердце начинает работать активно, ему нужно много кислорода. А в скелетных мышцах под действием того же самого гормона кровеносные сосуды почему-то расширяются. На первый взгляд это выглядит загадочно. И там, и там, и там стенки кровеносных сосудов состоят из гладких мышц. Это одни и те же клетки, одной и той же ткани. Если вы посмотрите на них в микроскоп, вы не увидите никаких отличий. Почему же гормон действует на них по-разному? Причем иногда прямо противоположным образом. Да потому, что на поверхности этих клеток сидят преимущественно разные рецепторы. На клетках большинства кровеносных сосудов сидят рецепторы АРФ1, и когда адреналин действует на них, то это через свою там цепь передачи сигнала называется сокращение гладких мышц. А вот на гладких мышцах кровеносных сосудов скелетных мышц, сложная фраза, да, и на гладких мышцах бронхи сидят другие рецепторы. И когда на них действует адреналин, они передают сигнал через другие этапы, и в результате эти гладкие мышцы расширяются. Одним выстрелом организм убивает как бы двух зайцев, да? А ответная реакция оказывается совершенно сресообразной. Одни органы получают меньше крови, а те, которые наиболее важны, но какие органы наиболее важны, чтобы быстро убежать? Скелетные мышцы, конечно, да, они получают в результате больше крови. Понятно. Довольно важно для тех, в частности, медицинских аспектов, о которых я буду рассказывать. Вот еще какая закономерность. Она тоже касается не только гормонов, но и многих других там механизмов регуляции. Если гормон большой концентрации длительное время действует на какие-то клетки, то их чувствительность к этому гормону в конце концов упадет. Называется это по-научному десинситизацией, потерей чувствительности. Но механизмы тут бывают самые разные, но и более такой простой и понятный заключается в том, что рецептор, на котором сидит гормон, рано или поздно просто убирается с поверхности клетки и попадает в такой вот пузырек. А этот пузырек потом может слиться с пищеварительной ухолею, и этот рецептор там вообще переварит. Ну что, навсегда эта клетка потеряла чувствительность? Нет, конечно, не навсегда. Почему? Потому что новые такие рецепторы, новые такие белки можно насинтезировать через какое-то время и снова высунуть их на поверхность. Так что если действие гормона прекратилось, то чувствительность в принципе может восстановиться. Однако на практике в организме человека это, увы, происходит не всегда. Иногда развивается невосприимчивость, резистентность, солерантность ткани какому-то гормону и сохраняется на всю оставшуюся жизнь. Я уже говорил, что многие гормоны вырабатываются не только в своих эндокринных железах, поэтому я пропустил предыдущий слайд. Кроме того, надо иметь в виду, что многие гормоны проникают в мозг или вырабатываются там. Ну вот, скажем, гормоны гипофиза и гипоталамуса – это белки. Если они выбрасываются в кровь, то из крови в мозг они уже не проникнут. Потому что там, как вы помните, существуют гематерицифалические барьеры. И там даже более мелкие молекулы через этот барьер не проходят. Ну, например, у тех клеток гипоталамуса, которые вырабатывают как цитоцин, не как соли, оказывается, есть такие ответвления, которые выделяют его прямо внутрь головного мозга. Поэтому там этот гормон тоже присутствует. И он может действовать на клетке мозга. А как он на них действует, мы берем попозже. По механизму действия на клетке, по тому, где находятся рецепторы, и как они передают сигнал, все гормоны делятся вот на эти вот категории. Первая категория – это газообразные гормоны, газотрансмитторы. У них нет настоящих рецепторов, и их мишенью являются ферменты. Вторая категория – самая большая. Действуют на такие рецепторы, которые сидят на мембранных клетках. О них мы уже поговорили. И, наконец, третья категория – это половые гормоны, гормоны коронодпочечников и гормоны щитовидной железы. Они проникают внутрь клеток, и их белки-рецепторы находятся в цитопластной реведре. Распочтим, как действуют вот эти две категории на конкретном примере. Вот наиболее известный из этих газотрансмиттеров – это оксид азота, очень простое вещество. НО – один атом азота и один атом кислорода. И не так давно, ну, уже лет 20, все-таки назад выяснилось, что это вещество производится в организме и является гормоном. Производить его могут все клетки, но главным образом производят его клетки выстилки кровеносных сосудов – клетки эндотелия, которые выстилают полность кровеносных сосудов. И он действует на соседней гладко-вышечной клетке, как правило, не во всем организме, поэтому это гормон местного действия. И называют расслабление гладких мышц. Что при этом произойдет с кровеносным сосудом? Расширится, да? Расширится. Поэтому главный механизм действия, оно – это расширение кровеносных сосудов. Причем в качестве сосудорасширяющего фактора он играет первостепенную роль в организме. Как в норме действует этот механизм? Тоже очень здорово. На поверхности клеток эндотелия есть рецепторы, которые просто чувствуют, с какой силой на них давит кровь, насколько сильно она в них трется. Если кровеносный сосуд через чур сильно сужается, то эти рецепторы на это реагируют. А там есть и другие, конечно, рецепторы. В результате в этой клетке усиливается синтез оксида азота, а оксида азота легко дефондирует сквозь граны клеток, выходит в окружающее пространство, и действует на соседние клетки гладких мышц. Значит, в этом месте, где кровеносные сосуды слишком чистят калий в кислороде, там не уникальность полностью. Ну и когда это выяснилось, стало понятно, как действует логия. Например, в метроглицерине все, наверное, слышали, что это лекарство. Если возникает приступ силикардии, а это резкое сужение кровеносных сосудов, которые снабжают кровью сердце, то возникает острая боль. Тут надо класть под язык облетку метроглицерина. Если она подействовала, то хорошо. Если не подействовала, то это вызывает скорую помощь. Почему она действует? Потому что в организме этот метроглицерин в крови, там, терментами быстро превращается в оксид азота. В данном случае он дефондирует по всему организму, а действует он в первую очередь на эти сократившиеся коронарные артерии и снимает их с пазм. Буквально в течение нескольких минут. Таким механизмом действия обладают и многие другие лекарства. Сейчас я про них рассказывать не буду. Ну вот, про мембранные рецепторы мы уже говорили. А как действуют те гормоны, которые проникают внутрь клеток? Например, половые гормоны. Сказывается, что уже есть специальный белок. Вот он. И когда на него действует гормон, проникнувший в клетку, он меняет свою форму, отделяется от своего напарника и связывается с участком ДНК. Какие-то гены при этом начинают работать, синтезируются новые белки. И в результате обмен веществ в клетке меняется. Ну а тут более реалистично показан этот рецепт. Видите, он такой сложной формы. Один участок вязывает напарника, другой связывает гормоны. Это связывает против голубого напарника, а этот как связывает из белка. В общем, он хитроустерил. Но тут возникает вот какой вопрос. А где же здесь усиление? Смотрите. Одна молекула гормона связалась с одной молекулой белка, он сел на ДНК и действует на какой-то ген. Где же система усиления? Конечно, она здесь тоже есть. Что значит ген включился? Это значит, что с него считались особые молекулы РНК, а с них начали быстро считываться новые молекулы белков. И когда мы этот ген включили, то в результате образуется, конечно, не одна молекула белка продукта, а несколько тысяч. Причем оказывается, что сначала гормоны включают всего несколько генов раннего ответа. Те белки, которые с них синтезируются, действуют на другие гены. Их уже обычно гораздо больше, больше сотни. Каждый из них начинает синтезировать свои белки. И вот тут-то вот и возникает сильная ответная реакция. То есть здесь тоже действует своя система усиления. Только действует немножко по-другому. Ну и вот теперь я уже расскажу про некоторые конкретные гормоны и их медицинское значение. Вот щитаридная железа, да, вырабатывает такой гормон, тероксин, который образуется из одной из аминокислот. Это небольшая молекула. А к этой аминокислоте в конечном счете присоединяются три или четыре чаща атома йода. Именно поэтому йод совершенно необходим человеческому организму. Других биологических функций он вроде бы не выполняет. Он входит только в состав гормонов щитаридной железы. Но это очень важные гормоны, которые регулируют рост, развитие, в том числе развитие нервной системы. А у взрослых организмов основной обмен. Почему-то именно с этой щитаридной железой часто возникают всякие неприятности. То она увеличивается, то она разрушается, то есть в ней еще такое происходит. Большая часть эндокринных заболеваний человека, большая часть случаев связана, наверное, с нарушением живой на работе щитовидной железы. Какие это могут быть заболевания? Вот, например, широко было распространено такое заболевание в некоторых районах земного шара. Почему образовывался вот этот вот урубливый мешок зоб? Именно из-за возрастания ткани и щитовидной железы. Возникает этот эндемический зоб, если в пище и воде не хватает йода. А наблюдалось это в свое время чаще всего в разных горных местностях. Например, в швейцарских Альпах. В высшем СССР на Памире были такие районы, где был распространенный глинический зоб. Что при этом происходит? Тероксина вырабатывается мало, гормона щитовидной железы, потому что без йода его не синтезируешь. Правильно? А когда падает уровень тероксина, то гипоталамус начинает вырабатывать тиреолиберин. Гипофиз вырабатывает тиреотроптой гормоны. Он действует на щитовидную железу и командует ей «Сделай больше тероксина». А заодно, чтобы у него было побольше, давай размножь свои клетки, расти, увеличивайся в размерах, тогда ты сделаешь больше тероксина. Смогика такая. Значит, она послушно растет, делает побольше клеток, но поскольку йода все равно нет, концентрация тероксина не увеличивается, отрицательная обратная связь не действует. Вот видите, к чему это приводит. Но это было бы еще полгода. Более серьезная беда заключается в том, что если тероксина в детстве не хватает, то это вызывает тяжелые нарушения в развитии нервной системы. Причем, если начать лечить их не своим временем, они развиваются необратимыми. И в тех же самых районах земного шара, где раньше был распространен эндомический зуб, естественно, был широко распространен и кретинизм, сопровождающийся умственной отсталки. Но сейчас эта болезнь практически исчезла. И та, и другая по каким причинам? Если не хватает йода, то его добавляют в поваренную соль. Как правило, поваренная соль продается ядированно, и это решает все проблемы с нехваткой йода. А если тероксина не хватает у ребенка по каким-то другим причинам, например, нарушенного синтеза, за мутацией, то поскольку тероксин научились синтезировать, у него просто от рождения дают нужные дозы тероксины в виде таблеток. Поэтому гетинизм стал очень редким. Зато часто встречается избыток функции щитовидной железы, а это, оказывается, тоже медленно для организма, влияет на самые разные системы органов. Больных болезней Грэвиса, так ее называют в Америке, у нас ее чаще называют базедово-болезень, так часто бывают немножко выключены глаза, они сильно теряют в весе при хорошем аппетите, очень чувствительны к теплу и к холоду, у них быстро наступает утомляемость, часто они очень возбудимы, легко впадают в истерику, то есть нарушается работа дневной системы. Все это связано с избытком гормона щитовидной железы, который возник во взрослом возрасте. И самая распространенная причина от этого гипертерроризма, сама по себе болезнь Грэвиса, довольно необычная. Почему-то у таких больных вырабатываются антитела к рецепторам телеостропного гормона. Ну, как правило, если к какому-то белку вырабатываются антитела, в нашем организме этот белок перестает работать. А здесь все происходит совершенно прямо противоположным способом. Когда антитела действуют на эти белки-рецепторы телеотропного гормона, то щитовидная железа думает, что в нее действует телеотропный гормон. Начинает работать на полную мощность. Почему вдруг возникают антитела к собшему белку при этом заболевании, неизвестно. До сих пор это неизвестно, так же, как и причина большинства других в этой институте. Есть только всякие гипотезы. Ну и противоположная картина тоже наблюдается не так уж редко. Недостаток фокуса и щитовидной железы встречается, но про симптомы я тут рассказывать не буду. Вот интересно, что щитовидная железа или ее аналоги есть у всех позвоночных, и даже у всех форговых. У них тоже, поэтому вырабатывается терапсин, и он тоже влияет на рост и развитие. И особенно хорошо это видно на примере амфигой, у которых есть личинки, как вы знаете. Значит, оказывается, что если голова залечит на литвую железу, он продолжает расти, 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 и вырастает вот такой, вот этот нормальный лягушонок, да? Значит, нормальный голорастик такого же размера. И все равно не может превратиться в лягушонка, и так и умирает головастика. Маленький, но глупый. Вот эти большие, по сравнению, головастики. Ну и взрослые. Если головастика начать кормить терапсином, добавляя его в воду, там, пока он еще маленький, он быстро проделывает метаморфоз и превращается в крошечного лягушона. Значит, у амфибии таким образом терапсин регулирует метаморфоз. А вы знаете, может быть, что есть амфибии, которые метаморфоз проделывают не всегда. Вот наиболее известная такая амфибия – это аксолокови. Когда-то это было популярное лабораторное животное, которое использовали для опытов. Потом его вытеснили в порцию на лягушке, и сейчас его в лабораторию держат редко. Если его держать в аквариуме, то у него сохраняются наружные жабры, он живет в воде, дышит жабрами, но при этом аксолоты могут вознажаться. Они в личиночной стадии достигают половой зрелости. Называется такое явление неотения. Оно довольно широко распространено в животном мире в целом. Но можно этот аквариум начать высушивать, чтобы вода была там совсем мелкая, большую часть белородной суши, повысить температуру. И тогда, крайне мере, некоторые разновидности аксолоклей проделывают этот ворхоз. Они превращаются в таких животных, которые называются амбестомы, и относятся к саламандрам. Интересно, что амбестомы на суше тоже могут размножаться. Тогда они откладывают воду икру, и из этой икры улыбляется аксолок. Ну вот, ну вы уже догадались, да, что если аксолокля в воде начать хормить гармонию щитовидной железы, то что с ним произойдет? Он проделывает метаморфоз и превратится в амбестому. А вот давайте подумаем, почему он в норме не превращается в амбестому? Что произошло? Почему он перестал в обычных условиях проделывать метаморфоз? Что произошло? Нет, зачем это другой вопрос? Зачем это известно? Просто живут в таких условиях, где на суше очень не сладко живется. Предпочитают туда не выходить. Правильно, щитовидная железа не работает. А рецепторы тероксина у них есть? Есть, конечно. Значит, тут произошло именно нарушение цитозотероксины. Тероксин в их организме больше не вырабатывается. Не вырабатывается, но в небольших количествах. А рецепторы на него прекрасно, оказывается, реагируют. Поэтому можно заставить его проделать метаморфоз. Но это далеко не всегда так. Вот есть такая другая гибия, протей, которая живет в пещерах. Он слепой, никогда не выходит на поверхность. И тоже живет в воде и дышит жабрами. Ну и оказывается, что если его кормить тероксином, то никакого метаморфоза он не проделает. У него утрата этой способности зашла дальше. Рецепторы пропали. И тероксин на него больше не действует. Ну и пропали, а испортился. Ну вот. Вот другой такой гормон. Тоже, кстати, он есть у всех позвоночных. Это касается большинства гормонов человека из позвоночных. Это гормон гипотеза, гормон роста. Ну я кратко про него расскажу, а то уже не успею. В основном он сам действует на рост мышц и костей. Вот тут вот показана такая картинка, когда его больше всего вырабатывается. Видите, когда? В лет 15, когда происходит очень быстрый рост всего тела в длину, который сопровождается половым созреванием. Бывают заболевания, связанные с нарушением синтеза этого гормона или восприимчивости тканей к нему. Если его вырабатывается слишком мало, или происходит мутация рецептора, то развивается камеркость. Если его вырабатывается слишком много, то гигантизм. Но вы знаете, что бывают низкорослые люди, расы, гигантические группы людей. Самое известное, наверное, это африканские пикмей. Их недавно хорошенечко исследовали, чтобы выяснить, почему они такие маленькие. И к некому удивлению ученых оказалось, что у них и гормон роста вырабатывается, и даже в детстве у него почти столько, сколько нормальных людей. И рецептор у них нормальный, и тоже в детстве у него почти столько, сколько нормальных детей. Правда, они рождаются чуть-чуть поменьше, чем мы с вами, но совсем не намного. А вот когда они достигают возраста 13-14 лет, то ни выработка гормона у них не увеличивается, как это происходит у нас с вами, ни выработка рецепторов. Рецепторов становится даже меньше. То есть в данном случае произошли не мутации в белках, а изменения регуляции работы этих генов. Зачем под нее нужно быть маленькими? То есть, у нас есть всякие разные гипотезы. Почему это выгодно в материальном лесу? А, видимо, это выгодно, потому что в других районах земного шара, в похожих условиях, тоже в основном живут низкорослые люди. Как видите, в старости концентрация гормона роста крови неуклонно падает. Вот. Это на самом деле другой гормон, но не важно. Зависит он гормона роста. При этом гормон роста влияет и на опеновеществ. Если его недостаточно, то накапливается в организме больше жировой ткани, а это очень вредно для людей. Поэтому возникает идея, а нельзя ли давать его пожилым людям, чтобы улучшить их физическое состояние. Ну, попробовали так понемножку давать. Значит, количество жировой ткани действительно снижается. Но, например, мышцы не растут, сила их не увеличивается. И, кроме того, это может вызвать сильное осложнение. Если у человека во взрослом возрасте возникает, например, опухоль гипофиза и начинает вырабатываться большое количество гормон роста, возникает болезнь акромегалия. Разрастаются те участки скелета, где сохранились хрящевые прослойки. Паланги пальцев, суши, некоторые другие там части черепа сильно увеличиваются в размерах язык, поскольку он состоит из мышечной ткани. Ну, конечно, лекарство, которое дает такой побочный эффект, вряд ли кто-то, согласится, использует. Зато другие гормоны, которые я упоминал, мелатонин, он, по-видимому, действительно может использоваться как лекарство. Значит, вообще он регулирует циклы активности суточной и действует на процессы, связанные с размножением. У человека благоприятное, а вот, например, у зяблика наоборот. Но это понятно почему. Потому что зяблик живет в наших широтах, и когда темно, а мелатонин зарабатывается в темноте, размножаться он не должен. Не должен размножаться не стоит, но это все равно светло. А человек, это тропическое животное, он привык к тому, что 12 часов длится ночь, и только 12 часов в день. Поэтому у него в таких условиях, когда больше мелатонина, размножение происходит лучше. Ну и вот, если его принимать, то вроде бы от этого становится только лучше, даже если его пить не будет. Никакие побочные эффекты для него не обнаружены, так что, может быть, его можно применять. Он продается в аптеке. Поскольку я больше времени затратил, чем ожидал, я буквально два слова скажу про то, как регулируется аппетит. Вообще, в гипоталамусе есть нервные центры голода и насыщения. И если разрушить центр голода, например, животного, оно будет есть, 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 и будет останавливаться, очень быстро ожиреет и вывык. Если разрушить что? Центр насыщения, конечно, я говорился. А если разрушить центр голода, то будет еще хуже. Это животное придется кормить насильно, потому что оно не будет есть. Он будет от голода. То же самое иногда происходит и с человеком, в том числе по психологической причине, увы. Но оказывается, что все-таки главную роль в регуляции голода и насыщения играют гормоны. И это выяснилось сравнительно недавно. Один из них вырабатывается в желудке, как в основном, когда мы ничего не едим. И он стимулирует аппетит. А другой из них, ну, есть и другие функции, вот интересная функция вот здесь, что он, оказывается, вырабатывается во сне в больших количествах. И если мы больше спим, то нам меньше хочется есть. А кроме того, он влияет на поведение. В счастье, когда его много, то мы лучше обучаемся. А другой гормон, гормон насыщения, вырабатывается в жировой ткани. Ну, и вроде бы понятно, чем больше у вас записано жира, тем больше этого гормона, тем меньше должно хотеться есть. Но, увы, это так только до определенного предела. Потому что если жировой ткани слишком много, то к нему как раз у клеток развивается резистентность. Концентрация его повышена, а клетка на него не реагирует. Есть и равно хочется. Не меньше, а больше. Ну, и как они регулируются, примерно понятно по принципу отрицательной обратной связи. А поведение не так. Хорошо это описано. Если бы от голода мы так родили вокруг, там, совершенно с потерянным видом, да, то мы бы, скорее всего, стали чьей-нибудь добычей. А действуют они совсем иначе. Нужно сфокусироваться на чем? На том, чтобы самим добыть какую-нибудь добычу, пищу, и как можно быстрее. Поэтому понятно, что он позволяет концентрирует внимание, да, и улучшает обучение. Почему нужно больше бегать, я пропущу. Потому что если стоит самим интересным, почему нужно больше спать, вы поняли, да? А вот нельзя ли разработать лекарства, которые решат эту проблему? Например, вводить антитела против грелина. Есть не будет хотеться, и человек не будет набирать лишнего веса. Например, ввести такой гормон, который вырабатывается в мышцах, позволяет сжигать жир. Может быть, это позволит набирать лишнего веса. Вполне возможно, но пока такие лекарства в клиническую практику не вошли. Поэтому надо действовать вот этим вот рецептом. Больше спать и больше бегать. Тогда у вас нет ни пищи. Ну и последний гормон, про который я расскажу за оставшиеся пять минут, это как раз тот самый окситоцин. Помните? Гормон передней доли. Значит, вообще в норме концентрация его резко повышается после родов. А в медицинской практике его до недавнего времени использовали, чтобы стимулировать сокращение матки, если роды проходят слишком вял. Матка – это гладкая мускулатура. Это редкий случай, когда гормон действует на мышцы. Правда, гладкие. Но оказывается, что если у крыс нет окситоцина, и у рецепторов к нему они могут нормально родить детенышей, в принципе. Ведь ему можно обойтись. Но мало детенышей родить. И надо еще выкормить и воспитать. Окситоцин стимулирует сокращение мышц молочных желез и выделение молока. Без него молоко не будет выделяло. Как выяснилось, он стимулирует родительское поведение. Если у крысы нет рецепторов окситоцина, она просто не будет заботиться о своих детенышах. А если крысе, у которой нет детенышей, не внести в мозг окситоцин, то она начнет заботиться о чужих. Так что на поведение он влияет очень мощно. Но не вырабатывается этот окситоцин при всяких приятных ощущениях. Например, когда вас там обваживают, поднимают, вы как-то не усиливаете. Кроме материнского поведения, как выяснилось, он уменьшает уровень доверия и доброжелательности. Правда, это известно только про мужчин. И вот почему. Потому что мужчинам можно вводить его через нос. Через кровь он в мозг не попадает, а через нос попадает. Нос это вообще почти голым участок мозга. Мерк выходит прямо на поверхность. Если какие-то вещества вводятся в нос, то они вполне могут попасть в мозг. И мужчинам-добровольцам можно таким образом вводить окситоцин. А женщинам нельзя, потому что это слишком опасно. Это может повлиять непрепродуктивную систему. И такие исследования на женщинах не проводятся. Так что на мужчинах четко показано, что можно этим образом повысить добожелательность, но, правда, и доверчивость. Какие-нибудь люди, которые хотят вам что-нибудь дать в своем магазине, могли бы расстрелить там окситоцин, чтобы вы больше отдавались рекламе. Вот этот пример показывает, как гормоны влияют на нервную систему. Есть о окситоцине и другие функции, но я уже не успеваю, к сожалению, про них рассказать. Вот оказалось, что рецепторы его обладают изменчивостью, и от того, какой вариант геторецептора от окситоцина у вас есть, зависит ваша способность сопереживать другим людям, а также счастья в семейной жизни, потому что носители одного из таких аллелий гораздо чаще разводятся, чем носители другого. Про это можно подробно прочитать вот в этой вот статье на сайте элементов. Ну и, может быть, не так уж далеко то время, когда перед тем, как заключать брак, будут спрашивать друг друга Альдер. Покажи, пожалуйста, мне, какой у тебя вариант рецептора окситоцина. До этого пока еще дело не дошло, но я хочу вам сказать, что даже несмотря на то, что мы сейчас понимаем, что на многие аспекты нашего поведения действительно влияют всего лишь на мой химический веществ в нашем мозге, от этого само это поведение не становится менее загадочным и менее интересным.